Мы видим опять розы заболеваемости. Все вы слышали про первую, про вторую болезнь. И на сегодняшний день, может быть, началась идет третья параметра. То есть розы заболеваемости действительно есть. И картинка, она изменилась. То есть по сравнению с прошлым годом, сейчас болеют более молодого населения. То есть средний возраст госпитализировали 59 лет. Если год назад это было примерно 68-69 лет. То есть сейчас это более молодое население. Проведен был анализ пришедших пациентов через реанимационное отделение аффициозной болезни. И опять же мы видим, что это более молодые. То есть средний возраст 61 год. Год назад это примерно 72-74 лет. Вирус, наверное, если сравнение с прошлым годом опять брать, смотреть, то он. Заболевание приняло более злокачественное лечение, быстренько прогрессирование. Заразность уже, наверное, стала выше. То есть, конечно, прививки делают нужно, если посмотреть на все эти факторы. Заболеваемость не снижается. На сегодняшний день у нас опять разводят более 4 тысяч коек. На уманотурном этапе более 6 тысяч человек. То есть пока справиться с этими заболеваниями не можем. Только вот общая, не усилия, наверное, массовая вакцинация, не усилия. И мы сможем выведить эту инфекцию и вернуться к обычным нормальным продолжением. Можно я как главный союзный? Я знаю как бы вы расскажете. То есть еще раз. У нас с вами что-то подумано совершенно четко и ясно понятное понимание. Потому что прививка вообще какого-то вреда заболевания не дает 100% гарантии отсутствия заболевания. То есть мы все равно можем заразиться, но это дает гарантию того, что будет легче протекать в этом смысле. Существенно снижают, да, риск заболевания, но если вдруг такого происходит, конечно, приняты, они приняты гораздо легче. Нет, тяжелые, конечно, ранее, это очень. Более-менее лучше.